добрый день уважаемые зрители и слушатели только что закончился наверное крупнейший все-таки форум в размерах планеты атом экспо 13 по счету традиционно сочи sirius где собственно говоря мы с павлом яковлевым оба побывали но ритма работа была настолько сложная что сочи на встретиться не удалось только утра по самолету павел давайте общее впечатление вот что это было повлиял ли на форум тут флер который вокруг россии со всеми санкциями запретом на сотрудничество и так далее и так далее мне так показалось что он было больше чем пять человек как нам обещали наши друзья никто не приедет никому не надо рассказывать вот общее впечатление 5400 человек из 75 стран и поставлен официальный рекорд и по количеству участников и по количеству новых стран вот новые страны это ирак буркино-фасо нигер мали впервые вообще вам присутствовали на форуме и также было подписано рекордное количество соглашений более 80 и что в вас в более чем в два раза больше чем два года назад но я я снимаюсь потому что два глаза тоже было очень много соглашений но тем не менее что там идет статистику платформы форума мне очень не очень понравился вообще показалось так со стороны у меня не очень много времени было все это рассматривать отсутствие европейцев привело только к улучшению результатов потому что все-таки европейские страны это страна которые говорят о развитии атомной энергетики здесь сейчас собрались страны которые действительно развивают мечтают мечтают делают первые шаги но не разговаривают они уже движутся и может быть кпд увеличился просто но виду отсутствия была венгрия и сербия ну венгрия до северта просто великолепен потому что я больше ни одной такой страны в европе не вижу правительство страны позволяет себе думать об интересах страны не об интересах брюсселя киева не будешь поколений их интересует венгрия ничего больше и все это его короткие выступления я с удовольствием прослушал абсолютно трезвый подход политика политикой но энергообеспеченности энергобезопасности это вне политики это номер ноль это основа существования государства и можете оставить в сторонке все свои политические дрязги из министров энергетики таких дальнего зарубежья вот помните как газпром разделяет дальние зарубежья ближние зарубежья это министр энергетики турции тоже настрой совершенно деловой он не постеснялся рассказать о том что давление на турцию идет с тем чтобы прервать сотрудничество с росатом но турции свои планы она намерена их выполнять и то же самое сказано отношении египта ну египет уже стартовала может быть вот такое большое присутствие стран африканского континента как раз связано с тем что египет как ворота в африку началось уже как мы совершенно конкретное строительство на площадке или дуба и вот ворота распахнуты а может быть конечно сказались в российской африканские форумы что на последнем на втором на втором по счету последнем по времени очень много было переговоров как раз с энергетикой связанных там есть союз энергетиков африки вот по их подсчетам 700 миллионов человек на континенте энергетики не имеют вообще никакой для них лампочка или я по-прежнему пройдет за чудо цивилизации и еще около 500 миллионов человек доступ к электроэнергии имеются с перерывами имеется далеко не всегда классический примеру то что сейчас происходит зимбабве очень зеленая страна как это любит все на гидроэлектростанции засуха засухой раздача электроэнергии в буквальном смысле по графику по часам там в определенных объемах так что мне кажется что все как-то совпало то что интерес к россии есть это что россия показала что в африке она может вполне успешно работать что мы еще не забыли как строить в египте электростанции от крайне зеленые плотина асуан мы перешли к не менее зеленой атомной электростанции 2 так что вот здесь все как бы на своих местах интересы у всех есть было много представители африки и молодежи и студентов кто кстати у нас учатся и в обминске и в томске образовательная инициатива росатома туда на самом деле по моему одна из меток кажется моё личное впечатление что уверенное движение росатома на международной арене то что мы можем помочь с подготовкой специалистов то есть с формированием собственной научной школы в будущем даже бог и конструкторская инженерная надзорной ядерная уже у нас работают вполне приятно смотреть филиалами филом по многим ворусом русским собственно говоря города если говорить обо мне стихи и там есть флиал мифи то есть с этим и фи представил очень амбициозную программу расширение университета глобального до 30 года так там по моему семь или восемь стран вот уже у них есть казахстан по моему узбекистан и дальше там есть и венгрия и египет и юго-восточной азии китай то есть до 30 года мифи каждый год будет открывать по одному филиалу международному других странах ну опыт у них есть правда ровно один ташкент в узбекистане сколько уже три года или четыре работают филиал мифи уже первые выпуски бакалавров пошли атомной электростанции все еще нет кстати планируется планируется представители узбекистана были ведь не удалось отследить о чем шли переговоры по обязывающему контракту или какие-то новые проекты стали появляться вокруг узбекистана полу полу по узбекистану но опять же наверно главная станция самое главное а вот да гида внеядерные проекты я вот честно говоря не заметил ядерных проектов они во всяком случае на стенде как теперь дивизион называется здравоохранение или какой-то там новой до технологии здоровья что такое то есть ядерная медицина их тоже интересует может быть и правильно потому что это все-таки позволяет общественное мнение менять атом опасен но он же собственно говоря может лечить причем то что другими методами не лечится если кто-то не в курсе напоминаю что ядерная медицина это прежде всего борьба с онкология тяжелейшие заболевания то что могут предложить ядерные медики никто другой предложить не может и очень высокоточной технологии диагностики организма на и да был вожу министру здравоохранения сербии тоже ядерная медицина да да мне же было соглашение помощью 17 18 года строительстве вот этого многофункционального радио терапевтического центра где у них и ускоритель будет и они вообще планировали большой центр ядерной медицины то что у росатом называется центре ядерной науки и технологию а у них это было заточено именно вот медицину сербский вариант медицинский ну конечно там радиоизотопы и фармацевтика медицина это все медицина на самом деле вот это но я для себя это называю малым комплексным предложением росатома есть большое атомная электростанция обеспечения топливом планово предупредительными ремонтами технический центр обучение персонала чуть чуть ли не колледж при каждой атомной электростанции а есть мало где заказчик может исследовательский реактор подобрать под свои требования так в индивидуальной швейной мастерской вот хочу вот так вот будет тебе вот тогда пожалуйста хочу не только реактора хочу ускорить льдах пожалуйста какие характеристики желаете циклотрон можно циклотрон вам серьги планировали ядерно центре не медицин с циклотроном для производства радио препаратов и это показывает продолжающуюся уверенность сербии реализация этого международного проекта с учетом того чтобы территории сербию пришлись еще и удары артиллерии использовавшие снаряды с объединенным ураном там достаточно серьезная проблема со вспышкой онкологии им это точно из практической точки зрения крайне необходимая диагностику провести если необходимость будет то есть соответствующие оперативное вмешательство так скажем мне кажется для винды это ушах еще и положительно в том плане что опять же население начнет понимать что именно ядерные технологии позволяют решать проблемы связанные не только с энергетикой но много с чем еще то что они у терби не делают шаги в сторону сразу строительства с но тут и все-таки финансово надо иметь достаточно крепенький уверенность завтрашнем дне а в сербии пока немножечко и опыт эксплуатации потому что венгрии аэс пакш которая устойчиво проработала и вот они там 30 процентов по моему на вырабатывать или 20 процентов да не 30 не 20 а 45 45 и на самом деле вот об этом почему-то слух не говорят если начавшиеся переговоры о продлении срока эксплуатации имеющейся атомной электростанции пакш завершаться успешно и будут работать пакш-2 то венгрии станет страной экспортером электроэнергии всем соседям причем электроэнергии которые не зависят ни от трубопроводов нет составов с углем для погоды не от погоды нет прочего прочего а давай попробуем еще раз расшифровать и вот так для себя до конца не понял был как бы слоган экспо форума атом экспо чистая энергия или чистое будущее строим вместе хотя если смотреть по содержанию дискуссий то в центре внимания были реакторы четвертого поколения да то есть либо чистая энергия либо реакторы четвертого поколения нет нет не очень сочетается русатом это объясняет тем что я бы даже клан не реакторы энергоблоки четвертого поколения обладают всеми необходимыми качествами и свойствами во-первых заданным изначально проектом инпрома ты и форма черта поколения но они уже на на совершенно новом уровне обеспечивают не только ядерную эксплуатационную безопасность безопасно функционирование но еще широкий спектр экологических и задач этого ну и кай вот например на примере бреста этой пристанционный топливный цикл кстати на форме была запущена линия термо карбидного синтеза на модуле фабрикации ядерного топлива который будет вновь использоваться перерабатываться там же с нук топлива с плутонием на самом деле если говорить об энергосистемах четвертого поколения таким требованиям отвечает только то что строится в славном городе северские томской области там действительно снимается масса таких тревожных моментов которые у ядерной разумно-энергетики присутствуют не нужно ввести через полстраны свежие топлива все происходит здесь не нужно куда-то увозить облаченное ядерное топливо она становится топливом здесь же не сходя с места в буквальном смысле то есть первое что начали строить это модуль фабрикации рефривы газы топлива то есть первая загрузка будет произведена здесь на месте дальше топливо уходит в активную зону реактора отрабатывает там свой топливный цикл сокращенное время нахождения в бассейнах выдержки не пять лет а только два года не дальше поступает вот в этот модуль его же превращают в свежую порцию ядерного топлива то есть облученного ядерного топлива просто нет да и еще одна уникальная особенность этого реактора брест и всей будущей линейки вот таких вот энергокомплексов они за промышленные энергокомплексы это они там будут дожигать минорные актиниды что крайне вредные про минорные актиниды про уникальность северской и моей твердой уверенностью что нигде этого повторить не удастся топлива это облученный регенерированный соответственно уран добытый из топлива которое уже побывало в реакторе это добытый из того же топлива энергетической плутонии смесь трех изотопов 239 240 241 и соответственно порция объединенного урана вот таких мест как северск у нас не так много потому что объединенный уран находится на территории сибирского химического комбината где строится собственно говоря сам комплекс расстояние там такое место хранения вот это объединенного урана до модуля фабрикации рефребрикации почти пять километров больше такого людей повторить не удастся абсолютно уникальное сочетание потому что северный химический комбинат это место где нашла наработка оружейного плутония оружейного урана соответственно объединенного урана там огромное количество вместо того чтобы хранить вечно он теперь будет частью того самого смешанного нитридного уран плутонивого топлива и кстати мировая атомная общественность прекрасно понимает значимость этого проекта потому что при запуске вот этой линии термо-химического синтеза я не точно не помню формулировку присутствовала глава всемирной ядерной ассоциации саму бильбао леон и по прямой видеосвязи также присутствовал генеральный директор магатэ рафаэль гросси ну вот единственное что не понравилось во всей этой церемонии во первых никто не может проговорить что это на самом деле что это за частью вот этого комплекса и во-вторых ни одного слова благодарность имени мы не услышали в адрес беларуси институт физики собственно карба термическая термическая запекание топлива да почему я говорю о беларуси об институте физики для атом экспо для всех участников для тех кто наблюдал по телевидению это такое полусенсационное событие вот еще одно счастье в модуле рефлюбикации топлива запущена и так далее если зайти на сайт тихого спокойного как в беларуси принято институты физики то все оборудование связано с производством снуб топлива в разделе наши продукции до под руководством росатома но там все что касается производства снуб топлива сделано в беларуси я надеюсь что значок там стоит садах сети в беларуси и было подписано важное достаточно соглашение сейчас я пытаюсь его найти ну как всегда и и по электротранспорту вот комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных не энергетических и не атомных проектов основные задачи сотрудничества внедрение технологии индустрии 4.0 белорусской энергетики промышленности и при ее реализации предполагается максимально плотно используя проект в программ союзного государства с русатом выступает такой синтезирующий звеном на у научно-технологическим деловым который позволяет вовлечь и индустрию 4.0 и не атомные не ядерные как вот вот я за те дни которые после форму прошли достаточно много времени провел на белорусских сайтах пункт 1 я на самом деле восхищение от скромности министра энергетики белоруссии который присутствовал на этом экспо и когда вот что вся эта церемония он присутствовал но не говорил что ребята неплохо у нас белоруссии поработали пункт 1 пункт 2 вот это соглашение как мы здесь вот общими словами белоруссии прекрасно понимают о чем идет речь это композитные материалы они считают что если росатом эту технологию освоил то в белоруссии она точно лишней не будет с учетом того что это не поступит с другой стороны границы рисков о том что там в любой момент все остановит тоже нет они естественно намеренно присоединиться это аддитивная технология 3d принтеры но металлические вот то что предлагает русатом на самом деле уникальная разработка это не пластик не стекло не еще что-то это серьезные металлы с учетом того что разработана в топливном дивизионе твел это еще и два металла то есть мало того что 3d так это и сплавы одновременно там образующиеся вот русатом по моему незадолго передатом экспо вы вывел их уже на промышленный уровень намерен поставлять так чтобы закрыть всю потребность россии дальше двигаться экспорт а на форуме русатом передал томскому клиническому университету 1 принтер русмелт 300 большая машина там у них две или три технологии и лазерного сплавления и селективная то есть совмещенный принтер который позволяет производить детали для аэс вот у меня была возможность сделать интервью с и владимировичем кавилашвили и он обозначил стоимость в 70 миллионов рублей такого принтера возможности в лизинг уже есть потенциальные заказчики а в томском клиническом университете не только студенты будут заниматься исследованиями но и будут иметь доступ и тоже разные организации вообще русатом создает серию так называемых сотодов в разных университетах чтобы студенты учились один технологиям вместе с бизнесом с промышленностью и ну вот наверно не просто так мы про проект прорыв разговариваем аддитивная технология это твой причем конкретные все эти разработки они в городе северские попробую тут томску не отдай в конце концов оборудов на уральске до сбора те вот эти все один слой ну и глазов там эти порошки эти секунды попробую не дать томску в конце концов областной сам до как она конечно 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 с соседями на самом деле это я смотрел как эти работают эти лазеры вот одновременно не только форма появляется но и в правильной пропорции сплав двух металлов но этот как-то выглядит достаточно фантастически то что спрос на это будет ну совершенно очевидно и подход росатома у них первые вот эти комплексы для металлургического 3d форматирования они не продавались они организовывали центры с тем чтобы потенциальные заказчики могли заказать не покупая само изделие посмотреть как это происходит заценить качество то есть одновременно такой рекламный шаг наверно так сказать собственно говоря у русатом очень интересный подход к рекламе для того чтобы работать со странами латинской америки строим центры ядерных науки и технологий в боливии вот процесс пошел для того чтобы работать с африканскими странами строим атомную электростанцию египте вот всем уже интересно все начинают двигаться в сторону по разному можно подходить к рекламе русатому такой подход но это это продолжение подхода еще советского союза который также взаимодействовал с большим количеством стран строя университеты и сельские реакторы суда транспорт машины ну где-то движется где-то нет вот исследовательский реактор в польше есть вот дальше мы не движемся мария да имеет славное название в честь марии складовской кюри действительно полякам есть чем гордиться также как им есть по моему полное право гордиться сохранением традиции когда я учился средней школе 50 лет тому назад появилась поговорка что на три вещи можно смотреть бесконечно как горит огонь как бежит вода и как польша строит атомную электростанцию что она собственно говоря и продолжает делать больше уже по моему не только уже две уже три атомной станции планирует это только крупных а также еще их промышленные компании там по добыче меди полянской опамах также подписали много соглашений по декармонизации своих производств заводов так что но это все таскать в будущем я могу только повторить можно смотреть бесконечно что они активно называют что польша будет локомотивом и новых передовых ядерных технологий в четырнадцатом году события начинались в одной южной столице с криком что украина со европы вот по моему этот лозунг перевернули потому что я посматриваю что творится вот недавно литва выпустила новую энергостратегию она к 2035 году намерена производить электроэнергии у себя генерировать в 13 раз больше чем сейчас и начать ее экспортировать а польша будет строить десятками от энергоблоки сразу перемога перемога сразу по моему движется туда и на мой взгляд тут я только повторюсь присутствие тех стран которые реально заинтересованы в атомной энергетике только повышает кпд отсутствие европейских говорунов вот эти по моему опыту и в и в польше и европе и на конечно сша очень большая роль бизнеса вывод этих всех соглашениях в проектах инвестициях стартапах в то время как в нашей стране созданная государственная корпорация и само государство все-таки остаются центральным планирующим систематизирующим интегрирующим элементом и это позволяет уже действительно длительного времени планировать и образование и законодательство и международную дипломатию то есть а бизнес до бизнес есть но ему отдано партнерская часть на самом деле как бы два подхода соединенные штаты где атомные электростанции принадлежат частным компаниям такая же ситуация в японии во франции все в руках государства китай начинает идти по этому пути но он продает по одному проценту пять процентов в виде инвестиционных контрактов а кстати в америке под строительство как installation большая генерирующая компания впервые выпустила облигации ядерные облигации под будущее строительство вот они пробуют ищут финансы и рынки с точки зрения бизнес инвестиций а раз коснулись китая китай присутствовал я очень удивился тому что соглашение подписывались не о новых реакторах а о чем-то совершенно необычным по крайней мере я такой инициативы страны китай еще не видел об обращении с радиоактивными отходами вот какой-то оцениваете абсолютно положительно потому что у россии накоплен абсолютно уникальнейший опыт по обращению с отходами переработки захоронению эта сфера который на государственном уровне работала с комбинатами радон уже последние 50 лет и конечно пройдя через чернобыль пройдя через каштымскую аварию создав науку радиоэкологию россии я считаю что мы лидеры в этом в науке создав и браэ суббезопасное развитие от энергетики наша страна имея фундаментальных классических ученых науку очень-очень много вложилось средства и реабилитацию вы испытаться вот уэл стал интегратором активно сейчас развиваются технологии демонтажа это мы представлены уникальнейшие лазерные технологии резкие дезактивации на на форуме и строится хранилище строится лаборатория как как в китае так и в россии подземная у них пустыня гоби у нас в железногорске не в городе через реку через реку мне довелось удалось повезло взять интервью у вновь формируемого экологического дивизиона русатома не до конца понятно как все это экологические решения ведь это немножко разные направления пока у себя в голове даже не могу сложить вот то что касается обращения с радиоактивными отходами родом это было на самом деле временное решение то есть это сбор всего что имеет хоть какие-то признаки радиоактивности низкие очень низкие отходы радиоэкологии ценный контроль на рынках они проверяют к продукции они собирали каким-то образом временно хранили но временно в атомной энергетике так ли 30-40 временное решение россия двинулась дальше то что радон собрал появилось такое подразделение как национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами это уже конечная изоляция то есть это специальное хранилище и то что радон насобирал уходит уже на хранение не на вечное на те сроки когда уровень радиоактивности спадет до безопасного это одно направление то что связано с демонтажом ядерных и радиационно опасных объектов это совершенно другое направление в общем-то и бизнес направления из твеловская тут все твеловская но национальный оператор все-таки что-то такая структура это не твеловская тоже национальная таскать нет я не спорю но то что у нас твел да дает начало все можно разговаривать о реакциях что у этого города атомные до хоть пятого поколения говорите но не будет топлива можете разговаривать дальше вот если мы дадим топлива у вас все будет все будет хорошо твел на самом деле это сосредоточие смеса сосредоточения самых первых наших предприятий атомные отрасли если мы берем родину наших твелов здесь подмосковье рядышком тот одновременно с распоряжением совета народных комиссаров создания спецкомитета первое что было передано введение этого спецкомитета это ту самый машиностроительный завод он изначально он вечен все города где нарабатывалось делящийся материала для ядерных боеголовок этот вел и твел мне очень нравится как он подходит к своему персоналу понятно что в силу международных договоров самых разных нам наработка новых запасов ядерного урана ядерного плутония не требуется но твел дорожит над каждым человеком который в силу этого остался без работы и твел становится вот каким-то не знаю фонтаном новых технологий мы говорим про аддитивная технология этот твел мы говорим про композитные материалы это твел родоначальник дальше очень можно долго продолжать это же электротранспорт батарея я хотел в эту сторону как раз плавно и свернуть потому что эти можно еще сказать что нефи которые несут боеприпасов да и к твел находится по соседству на кашельском шоссе твел 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 в общем он изначально но он вечен и на самом деле я краем глаза наблюдал какое количество участников журналистов бегала вокруг место выставки вот всего что связано с электротранспортом это самое интересное это самое новое давайте пару слов я там я на самом деле видел эту центральную часть видел и разные батареи и накопители энергии там и промышленные и макеты целой инфраструктуры вот электро зарядной вы водородной ну прям целые целые стенды большие сначала про электротранспорт водород это уже а то мы была представлена универсальная батарея такого массового серийного масштабного уровня для автобусов и троллейбусов прям вот универсальная которая всем будет интересно всем нужна там было большое представление балет музыка оркестр вот очень красиво до делается большая ставка но в том числе потому что есть у русского вся почка так который мы постоянно вспоминаем дам добычу и цепь и цепь уже уже не только и в россии не только калмазерская и боливия так сказать присоединяется специально для зрителя у росатома сейчас есть возможность самому добывать руду содержащую литий в россии и в боливии должны в ближайшее время начаться работу там государство полностью одобрила предложенная технология не несут вреда окружающей среде завод в соликамске называется магниевой но это вот название с времен министерства среднего машиностроения там очень говорящее название вот если необходимо приборы для атомной энергетики они необходимы измерять всевозможные параметры находясь при этом в радиоактивной зоне и так далее и так далее то завод называется приборостроительные там же производят прибора значит он приборостроительная вот соответственно соликамский завод магниевой там действительно занимались магнием на самом деле он строился как место сосредоточения всех технологий связанных с переработкой вот таких сложных руд потому что если мы говорим про лавозеровскую то там отнюдь не только литий там и итрий там и по-моему искандии все что угодно это в одной руде и хитрость технологии в том что надо убрать лишнюю породу пункт пункт 1 пункт 2 не довести ситуацию до того что допустим извлекаешь литий при этом и 3 в результате и 3 в результате каких-то химических реакций вообще выпадает то есть то что сначала обогатили потом надо как-то разделить по фракциям при этом не потерять ничего ну и вершина этой цепочки это два завода по производству литий-ионных батарей в калининградской области и соответственно в подмосковье в таком порядке они должны быть введены в эксплуатацию сначала калининградская область потом московская область труса там в пресс-лизи пишется что данная батарея создана на уровне мировых технологий мировых производителей ее применение не требует существенных изменений конструктива транспортных средств и позволит закрыть и 80 процентов потребности российского рынка тяговых аккумуляторов общественного коммерческого транспорта ее можно поставлять вместе совмещать от 1 до 16 штук различные комбинации напряжение емкости такая система поддерживает быструю зарядку емкость одной универсальной батареи может составлять 42 и 6 киловатт-часов разработаны для гора общественного транспорта электробусы троллейбусы с увеличенным автономным ходом а также средне тонажный легкий коммерческий транспорт тяжелые электро грузовики электросуда электропоезда например московский электробус вставленный материал алюминиевый сплав аккумуляторы ячейки литий никель марганец кобальт с плотностью энергии 260 ватт-час на килограмм и в завершении позволяет работать в климатических зонах россии с температурным режимом как как вы считаете какой для россии ну как вы какие какую цифру они дали температурный режим этой батареи литий ниже минус 40 не может быть все верно от минус 40 до плюс 40 половина территории россии выпало в москве где мы сейчас находимся наступает весна в якутске на выходных ожидаются небольшие заморозки до минус 26 так что вот эту часть россии мы просто отметаем потому что минус 40 на таймыре в якутии на чукотке на камчатке не будет там электроавтомобили пока мы не придумаем какие-то новые материалы мне очень нравится на самом деле прицел потому что говорить о том что у нас все частники пересядут на электроавтомобили можем может только наш замечательный руководитель министерства торговли это какая там промышленности вот он считает что в россии будет выпускаться 240 тысяч электромобилей в год и их обязательно всех купит откуда такая идея не знаю перевод того транспорта где можно обеспечить дисциплину зарядки я бы так сформулировал то есть у нас очень много электрических автомобилей мы вечером пришли и в соответствии с пожеланием нашего премьер-министра поставили все свои электроавтомобили на зарядку ну и соответственно наш многоэтажный дом возле которого есть вот такая площадочка для зарядки погрузился в темноту потому что мы заряжаем электроавтомобили поэтому извините компьютер чайники это все не к нам нагрузка пиковая нагрузка должна быть распределена разговоры о том что водители можно каким-то образом стимулировать чтобы они заряжались по ночам а в часы пик свои заряженные батареи сливали в общую электросеть чтобы еще и пик сгладить ведутся на протяжении последних 15 лет по всей европе результат везде нулевой владелец электроавтомобиля считает что он автомобиль покупал для того чтобы пользоваться им так как ему удобно пришел с работы поставил на зарядку то что это совпадает с вечерним часом пик но это не его проблема то есть давайте еще быстренько пойдем по оставшим новостям и очень интересная новость рацион займется строительством малых гэс в киргизии это продолжающееся направление вот малые гэс реки горы ну это старинная концепцию вы еще в 16-м году появившись зеленого квадрата напомню что это не зеленый экстремизм тогда слова зеленый чего в моде не было это была реакция росатома на разработанное принятое он на цели устойчивого развития про которые нам очень часто говорят в 99 случаях из 100 нам врут нам врут потому что заявляют что зеленого вернее как устойчивое развитие это прежде всего декарбонизации и прочее это откровенное вранье где вы видите вы должны знать что либо журналист который напечатал идиот либо врет вам сознательно 17 целей пункт 1 борьба с нищетой пункт 2 борьба с последствием отсутствием еды и так далее воды еды воды слова декарбонизация отсутствует в этих целях в списке этих целей их 17 штук на седьмом месте доступ к надежной современной электроэнергии доступные и доступные ну это понятно пункт 13 борьба с последствиями изменения климата слова декарбонизация углекислый газ глобальное потепление отсутствует если вы видите в любых сми в любых социальных сетях телеграм-каналах не знаю где где-нибудь еще что устойчивое развитие это про декарбонизацию энергетики знаете что вы имеете дело с дезинформатором но это к слову пришлось росатому знают как выглядит энергобаланс на планете на тот момент шестнадцатом году порядка 80 процентов энергобаланса это ископаемые источники то есть газ уголь нефть и так далее у росатом никогда не было требования давайте мы откажемся от ископаемых источников хотя об этом совершенно неожиданно заговорил заместитель генерального директора моготэ от россии не знаю зачем ему захотелось об этом поговорить предложение росатома сдвинуть баланс так что 50 процентов лица энергии вырабатывала за счет скопаемого топка 50 процентов за счет технологии где нет химической реакции горения солнечная генерация ветряная генерация гидро генерации и атомная генерация и росатому вполне последовательно пытается реализовать эту концепцию пусть с течением времени там по-разному звучит ветряная генерация здесь росатом вполне устойчиво себя чувствует набирают опыт компетенции увеличивая степень локализации то есть совершенно последовательно подписаны раз соглашение вновь с рядом стран по ветру ну с одной стороны как бы самой россии на мой взгляд это не полезно когда нам втыкают климатически зависимую генерацию нашу объединенную энергосистему энергосистема от этого не радуется но у нас слава богу есть системные операторы министерства энергетики которые добились законодательной возможности останавливать генерацию на электростанциях любого типа который посчитает необходимым системный оператор что он с удовольствием и делает когда начинают идти хороший ветер и ветрогенерации выходят хотят нарастить их могут просто отключить потому что энергосистеме это не надо вот здесь мы чувствуем себя спокойно тем не менее 1 гигаватт мощностей в россии уже построен и та цель которую росатом обозначил выйти за пределы россии уже набравшись опыта умея строить умея проектировать прежде всего проектирование электростанций по-моему вообще отдельная наука надо и про почву понимать и про роза ветров такое вот в первые контакты до с киргизии подписано соглашение по моему еще и не будем на скидку не вспомнить что-нибудь напутаем это правильный шаг тем более для киргизии напоминаю что в киргизии достаточно маленькая объединенная энергосистема всего 17 электростанций из них 15 гидроэлектростанция с тепловыми электростанциями там как мы к сожалению наблюдали феврале этого года не все ладно я имею ввиду аварию на бишкекской угольная электростанция но вот те решения которые предлагают росатом те самые контейнерные газ два контейнера один в течение 2 на бережку что преобразовать все что будет произведено никаких плотин дерево сонных каналов для бабы для африки что это такое будет но они и в африку также пойдут венгрии же по моему тоже делали ганс это венгрии ездил я так понимаю что как тут случайно произошла сделка ганс электропауэр по моему называется компания которую почти 200 лет она всегда занималась водной энергетикой начинала на со строительства колес для водных мельниц вот это от них решение решение совершенно замечательно потому что это какие-то индивидуальные проекты на берегах рек мощность там до 5 мегаватт быстрый срок реализации приезжают специалисты оценивают реку течение глубина и так далее так далее буквально через три-четыре месяца появляются два конвейера два контейнера вы готовы к работе не надо тянуть линии электропередач в условиях киргизии киргизия сумела обогнать даже россию в россии гидропотенциал используется на 20 процентов в киргизии оценивают использование гидропотенциала страны в 7 процентов то есть там запас просто бесконечен это горы и тут если говорить об электрификации всей территории страны что такое прокладка линии электропередач в горах вы знаете давайте завершим нашу передачу темы малых реакторов и даже микро реакторов предотвещая эту передачу я думал какая бы вот интересная новость моя самая любимая с форума мы даем дойдем первые два небольших момента были представлены макеты стенды макеты будущего внешнего вида микрореактора шельф м который будет строиться на чукотке у нас чукотка самый ядерный я боюсь я боюсь это говорить просто не верю да но если по количеству реакторов с чукоткой соревноваться невозможно четыре плавучих энергоблока это восемь блоков на четыре плавучих атомных электростанций это восемь блоков сразу еще не выключенная билибинская работающие два энергоблока в веке и вот еще один чтобы точно никто даже не пытался соревноваться так вот этот микрореактор его выглядит в форме иглу правильно сказать некой снежной хижины снежной хижины да очень красивый макет арктический в арктическом исполнении будем надеяться что этот микрореактор потом будет и появится других исполнениях в тропическом межконтинентальном для гор какой-то может быть будет вариант придуман горный павел назвал микрореактор потому что там мощность всего 10 мегаватт совершенно случайно русатому удалось найти заказчика для того чтобы разместить на месторождение савина и вот такой атомный энергоблок 10 мегаватт причем там есть возможность маневрировать выработкой тепла выработкой электроэнергии заказчиками является атомред без золота как удалось договориться даже не знаю наверное были тяжелые переговоры да очень не между этажами так сказать могли собраться в курилке когда ну на самом деле вот 10 мегаватт действительно можно работать вот ну чуть ли не точно вот месторождение которое не будет долго разрабатываться строить что-то стационарное большое возить туда топлива никакого смысла нет вот такие решения если проект развивается дальше тут привозят еще одно иглу или можно его и перезарядка этого реактора тоже достаточно длинными кажется там судя по проекты заявки 1 12 более чем достаточно да удобно следующий был представлен также макет но уже внутренние более более такой технологические жидкости влевого реактора на горно-химическом комбинате но он был представлен в голографическом исполнении очень модно я пытался его сфотографировать но вот я не совсем уверен что меня хорошо получилось но тоже интересное направление же к своей реакторе топливная топлива на расплаве солей и на завершим наверное сегодняшнюю встречу моей любимой новостью про плавучие энергоблоки и их потенциал для экспорта мне также повезло поучаствовать на встрече с главой новым главой машиностроительной дивизиона и игорем котовым где в частности я не знаю можно это говорить или нет инсайдерской информации но атом эргомаш планирует стать экспортером вместе с рядом компании поставщиком вот таких плавучих аэс где он будет только продавать электроэнергию в разных местах мира турки нам путь проложили мы по нему движемся это правильно другое дело что я не думаю станцию такую мы не можем ее обратно забрать она уже на другому carpower это турецкая компания которая предоставляет вот такие услуги по продаже электроэнергии которые вырабатываются на плавучих газовых электростанций да 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 точно общий парк у них сейчас 4,2 гигаватта росатома есть куда стремиться я очень надеюсь что наши специалисты по добыче газа по его сжижению у нас ряд компаний эти технологии уже знают задумается потому что как бы павел не был оптимистично настроен по поводу плавучих атомных энергоблоков там вот будет шах 55 мегаватт хорошо если потребителю надо но я не знаю там 165 тогда все в порядке если 140 что будем делать газовая генерация она же разная в том числе и поршневая то что используют турки не гонясь за газовыми турбинами по очень простой причине вам нужно больше мы добавим поршневую группу вам нужно меньше мы ее вытащим и по вам даже сама работа вот этих газовых плавучих электро в барж а динамическое они могут менять мы маневрируем мощностью подстраивать под режимы день-ночь и пиковые нагрузки но бриз ночь я уверен что до преимущество плавучий аэс не не а там не будет тепла кстати там чисто ли будет электроэнергия это базовая устойчивая надежная нагрузка на десятилетия да это другой срок здесь не будет такой суеты даже турецкая компания вынуждена была купить танкер газовоз им совершенно все равно почем они покупают спг потому что они продают киловатт часы вот он бегает в режиме вот не знаю там автозаправки автомобиль который подъезжает и заливает вам топлива это неудобно в случае атомной генерации такой суеты не будет но там возникает на мой взгляд масса вопросов как государства которые могли бы такие электростанции заказывать что у них с государственным регулированием ядерных объектов с физической охраной то есть так то я понимаю что сергей кужугетович готов помочь но все ли согласятся на его услуги тоже такой вопрос хорошо в пивейке там террористы из африки не очень часто встречаются если какой-нибудь дойдет живым будут встречать всем городом кстати русском представила был отдельный макет по технологиям физической защиты мы можем об этом не можем много говорить но тоже как у руса там есть и didal или рон который уже уже больше 50 лет разрабатывают данное направление вот так что я думаю эти решения тоже тоже найдутся вот а вообще вот там тоже было отдельное вообще такое место о плавучих аэс где можно было подобрать расцветку уникальны сам русатом нарисовал красивый дизайн и в виде флагов более ста стран наверное может быть 70 а как раз помню где-то 775 стран было но ты мог выбрать свою аэс плавучую в разном красивом исполнении также там было представлено несколько ее вариантов там что-то 100 108 что-то 96 по каким-то таким мощностным то есть они они вот эту вот плавучую энергобаржу почему-то мне нравится называть ее плавучая аэс энергобаржа они тоже будут укуплектовывать разными пока еще неизвестными нам во многом но опциями ну отчасти наверное это и тепло генерация то что деке японии южной кореи хотят они там хотят совместить с водородом и жидко-силевые реакторы они планируют и водорода и аммиак можно много потому что если мы говорим допустим о странах персидского залива пресной воды при заводе огромная проблема так что и промышленный пар то есть например за до высокотемпературный промышленный пар можно использовать тоже для ряда промышленных применений те же нефтехимия то что планируется дорастание но первое соглашение которое подписано у нас на глазах соглашение с правительством приморского края проблемы на дефицита там нарастает и предложение со стороны росатома которые так понимаю владивостоке всем понравилось решать не за счет строительства угольных электростанций газовых электростанций а той самой электро баржи атомной договорились о том что будут искать место и вроде бы по всякому случае в кабинете речь идет о 240 мегаваттах а это опять два плавучих энергоблока как минимум так что первые перспективы у нас именно в силу того что у нас есть такое подспорье как сергей кожуезович шойгу который может обеспечить физическую охрану в любом месте россии я думаю и от природных катаклизмов тоже могут к сожалению в прошлом году мы наблюдали как тихоокеанский флот помогал решать проблемы с очередным наводнением в приморье обеспечивал спасение людей но это уже отдельная тема которая касается больше гидроэнергетики чем атомной энергетики хорошие новости дальнего востока мне кажется что да и не только для него но хотя у нас в дальний восток это теперь и камчатка и магаданской области чукотка там я думаю что рады будут везде что касается атомных станций малой мощности наблюдаем за якутии первый референтный блок наземной на базе того же реактора ритм-200 как и для атомных ледоколов но в наземном исполнении и опять вот тихий скромный росатом в мире сейчас около 80 проектов атомных станций малой мощности работающий один в пивике но он еще плавучий строящийся наземный один в якутии но зато у нас еще есть 82 проекта они красивые многие выполняют их голограммах некоторые рисуют цветными фломастерами но не строят только тихий росатом нашел себе хорошее место в якутии в якутии только рады этому проекту мне кажется повел что разговаривать обо всем что происходило на росатами можем еще несколько часов я посмотрю разумеется на ваш портал поток новостей после некоторой паузы так понимаю потребовалось просто чтобы в голове разложить все что происходило одновременно на самом деле очень жесткий ритм когда одновременно комплекс сириус он большой он позволяет одновременно вести лектории круглые столы какие-то пленарные заседания подписывают договоры мне кажется что освоить все что там происходило можно только в том случае если мы геоанергетика и атомная энергия на следующий матом экспо если нас пригласят попробуем как-то объединить усилия с тем чтобы пытаться больше охватить пока вот вдвоем точно нас маловато нас должно быть больше как ни странно не может быть в свою какую-то студию тоже там придумали какую-то свою локацию ну и стенд громко сказать но что такое интересное посмотрим но мне кажется что в одиночку этом экспо это точно невозможно мы либо упускаем что тут я упустил весь блестящий лекторий открытый я только заснял четыре последних выступления помимо пленарных секций была интереснейшая такая около молодежная программа открытого лектория дискуссионного и я уже привык что может они не такие интересные темы не такие интересные спикеры но я потом вернувшись просмотрел список тем блестящие темы блестящие выступления интереснейшая работа с аудиторией то есть помимо того что ты можешь пойти к профессионалам послушать высокоэкспертные меме мирового уровня доклады ты можешь также в этом большой с огромной панели экране открытом лектории послушать некие такие интересные другие моменты социальные экономические молодежные что-то из лектории успел услышать да я записал доклад про алмазную канатную пилу твеловскую доклад про эко-эко-корпоративный акселератор потом его блестящий доклад про ректора мифии дмитрия савкина о глобальных трендах мирового рынка труда где он сказал что ей там были ребята буквально там 5 6 7 8 класс сидели и вот он им рассказывал про то как меняется ландшафт профессии как сейчас вот цифровая цифровое измерение даже сказал цифровое измерение и физический мир как они начинают перекрестываться вовлекаться предвосхищать друг друга в общем я думаю детям будет очень интересно вот очень советую родителям показать эту лекцию школьникам она всего где 15 минут идет и еще было там несколько докладов вот но вот эти были интересные да я думаю что будем еще вспоминать атом экспо потому что какие-то послесловия обязательно будут некоторые вещи происходили совершенно загадочных я точно знаю что в сочи присутствовал руководитель каза там промо до ни одного информационного материала упомянули о нем в финальном релизе да он был я уверен что он приехал не просто так полюбоваться красотами сочи конечно значит явно что-то было что будем искать будем скорее всего выступал на на сессии по редкоземельным и на какой-то сессии он был заявлен по моему ну вот есть время проанализировать что там было поэтому я думаю что мы к этой теме еще обязательно вернемся уважаемые зрители извините если было сумбурно мы совсем недавно вернулись из сочи и все еще под впечатлением всего что происходило в таком темпе в таком ритме достаточно непросто спасибо павел что массива я надеюсь мы эту тему еще продолжим всем спасибо за внимание всем всего доброго